Сегодня мы отыскали мать, бросившую грудного ребенка на автобусной остановке на трассе в Кстовском районе. Об этой дикой истории мы рассказали вчера. Водители, проезжавшие на машине мимо остановки, увидели на бордюре около остановки кулек с пятимесячным ребенком. Его подобрали и отвезли в больницу. Как мы выяснили, мать ребенка вчера отмечала день рождения со своими друзьями и решила избавиться от своего сына. Как рассказали друзья, она хотела вообще отнести ребенка в лес, но ее уговорили не делать хотя бы этого. Ребенок сейчас в больнице, а мать, как ни в чем не бывало, отдыхает с друзьями и знакомыми. Вы вчера ребеночка своего на остановке оставили. Зачем вы это сделали? Вы плачете? Почему вы плачете? Пойдемте. Пойдемте. Я оставила ребенка, потому что выпила ты, выпила пиво. Что еще раз? Ты бутылку пива. Муж меня вознил из дома. И мне с моим ребенком, я не знала куда идти. И я решение приняла. Оставила его на остановке, положила его на остановку. Увидела в глазах, что есть женщина. Женщина становилась. И вот взяла, я ушла. Все. Ее не выгоняли. Ее не выгоняли. Они живут здесь два месяца с Сашей. За эти два месяца она убегает второй раз. Она ушла от нас. Я просто вам скажу, она от нас ушла. Собрала одного ребенка. Сказала, я с вами жить не хочу. Я здесь как в клетке нахожусь. То есть ей она просто устала сидеть с детьми. И мы даже, ну, слова не было, чтобы ее выгнать. Просто она, ей надо гулять, ей надо все. Она нам сказала, что она уезжает к брату. Зла ребенка уехала. Потом через некоторое время, как бы, ну, нам из-за пеки позвонили. Мы знаем, что она, как бы, ну, вот такая ситуация случилась. Я не хотела его жизнь угубить, там, чего-то. Это не кажем, мать не хочет. Просто в лес его тащить я тоже не хотела. Просто на голову поражил, я видел, в глазарь едет. Его забрали, я ушла. Я хочу одно сказать этой женщине. Спасибо вам большое, что вы поспорили мою саду. Ваша подруга Галина, она сказала, что вот она за вами бежала, просила, чтобы вы им оставили ребенка. Почему вы им не оставили? А как я могу ребенка им оставить? Здесь она каши посредние, и у них грязно дома. Она понимает вину, я признаю эту вину, то я ребенка оставила на трассе. Я признаю эту ребенку. Это врет. Я все видел, видел по телевизору, что она говорит. Это все, это все она врет. Жалко. Мне еще жалко. Я хочу добиться, это ребенка назад забрать. Я закодиваюсь и буду добиваться ребенка назад. Ошибки все делает. Ну, как я сделала ошибку, конечно, непросительно, но я буду добиваться, то у меня просили. Кстати, у Оксаны Ерохиной вообще-то пятеро детей. И в отношении трех старших она уже лишена родительских прав. Двое самых маленьких – это от нового мужа. И как рассказали родственники мужа, они намерены забирать этих детей под свою опеку. И Оксану Ерохину лишать родительских прав и в отношении них. Кроме того, как сообщили в полиции, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». Ее может ждать до одного года лишения свободы.